Всем привет! Мы по-прежнему находимся на самом южном острове Вьетнама, Фукуок. И сегодня посетим два удивительных места, которые очень сильно граничат по впечатлениям. Ну а сейчас нам предстоит путешествие на соседний остров. Причем туда добираться мы будем на фуникулёре. Хотел еще вам показать, какие красивые фигуры делают вьетнамцы из растений. Ну там не только растения, да, скорее всего, еще какой-то каркас есть. Причем это находится посередине дороги. Все, мы уже идем к гэбл-карам. Самые интересные билеты мы купили по дороге сюда. Таксист остановился рядом с какой-то кассой. Мы, не выходя из машины, через окно оплатили по карте. Нам дали чеки, билетики, и мы поехали дальше. Очень удобно. Не тратили время на то, чтобы стоять тут в очереди. О, какие тут большие. Видите, тут уже не отдельно, а придется все вместе заходить. Вот мы и полетели. Самое интересное, это уже не индивидуальный гэбл-кар, а совместный. Видите, сзади нас еще ребята. Можно увидеть, что раньше тут была обычная рыболовецкая деревушка. Лодочки, небольшой паром. А сейчас просто огроменный город такой. И это огромное количество практически полупустых домов. Которые пока что пустые, но совсем скоро там будут уже жить люди. Там город, там все красиво, идеально. А именно там деревушечка. Такие трущобы, дома построены. Из чего попало, можно так сказать. Эта канатная дорога вошла в книгу рекордов Гиднеса. Здесь ее протяженность почти что 8 километров. И мы проезжаем мимо нескольких островов. Подтверждение машинных слов. Вот написано как раз таки ее протяженность. И вот как раз рекорд, абсолютно рекорд. Время от времени мы поднимаемся на такую высоту. Ашуша закладывает. Это в районе 175 метров. Впереди видно еще 1, 2 или 3 острова. А мы же сейчас едем на остров под названием Ананас. Маленький секрет. Арендуя некоторое жилье в Санса Таун, вы можете поехать на остров развлечений абсолютно бесплатно. Можно видеть еще один островок. Полностью связан с большим основным островом Фукуок. И там даже находится огромное количество различных ризотиков. Отсюда можно увидеть такие небольшие фирмы, где выращиваются морепродукты. Это и есть остров Ананас. Можно увидеть там много различных активностей, которые мы постараемся вам и показать. Смотрите, внутри еще есть такие специальные пакетики. Если вас укачало... Здравствуйте! Здравствуйте! При выходе можно увидеть красивейшие такие скульптуры, на фоне которых можно сделать крутейшие фотографии. Причем в пруду, как обычно и бывает в Юго-Восточной Азии, плавают красивейшие рыбки. Вы только посмотрите, сколько тут рыб. Сейчас происходит кормежка. И там настоящая драка идет за место под солнцем, так сказать. Можно купить корм и покормить рыбок. О, смотрите, смотрите, что происходит. Настоящая драка. Да, вот именно, что мне нравится у вьетнамцев, они умеют сделать настолько чисто и все аккуратно. Есть различные кафешки, но мы уже показывать не будем. Они тут есть и работают с 9 до 4.30. Поэтому, если вы поехали на голодный желудок, ничего страшного, перекусите тут. Сейчас идем к пляжу, и нам встречаются на пути такие красивые фигуры, каких-то древнегреческих богов как будто бы. Тут есть такой небольшой садик, куда можно зайти и посмотреть. Для, наверное, любителей дачного отдыха, для садоводов. Ух ты! Я сначала подумал, это настоящие арбузы. Но нет, это все искусственно. Это из камня сделано. Леди фингер. Это женские пальчики. Это непонятно, что это такое за растение. Но, к сожалению, этот аттракцион не работает. Свободное падение. Видите, там проход закрыт. Но территория тут большая. И людей, конечно же, тоже много. Так выглядит карта. Видите, есть и огромная зона с горками, и очень большое количество различных мест, где можно что-нибудь покушать. Какие-то водные горки есть, свободное падение. Ну и по стоимости, вот примерно, чтобы вы понимали, сколько что стоит, тут все можно купить. Есть огромнейший манго-ресторан. Это, я так понимаю, огромнейший буфет. 300 тысяч донгов. И получается, что вы тут ходите, берете поднос, и идите, сколько влезет. Огромное количество всего. Можно увидеть, что некоторые проходы закрыты. К сожалению, не везде можно пройти. Но я увидел, что вот свободное падение, другая вышка, она работает. Да, видите, стоимость включена. Наши билеты, именно на этот аттракцион. Спасибо. Очень здорово. Я думал, на 100% надо платить какие-то деньги, но нет. Но я так понимаю, это просто как колесо обозрения. Потому что что-то я криков не слышал. Скорее всего, резкого падения не будет. Но сейчас проверим. Ну и вот, собственно говоря, видно все, как на ладони. И мы сидим таким образом, смотрим. Радуемся. Честно говоря, экстремального абсолютно ничего нет. Просто сидишь и медленно-медленно тебя вот так вот кружат. Очень спокойно. В принципе, на фуникулере, когда мы подъезжали, мы это все и так увидели. Поэтому идти сюда или нет, решать вам. Отсюда очень хорошо видно американские горки. Очень надеюсь, что они тоже будут включены в стоимость билета. Такое ощущение, абсолютно вся горка сделана из дерева. Когда приезжали вагончики, там аж все скрипело. Ну, надеюсь, хоть это будет экстремально, потому что предыдущий аттракцион, я чуть не уснул. Ну что, мы только что прокатились на этой горке. Если вы присмотритесь, вы увидите, что она сделана вся абсолютно из дерева. Это не наша конструкция. Ну, вот в Санкт-Петербурге есть Дивоостров. Там все из металла, не знаю, из карбона, из чего. И выглядит всегда очень надежно. Тут, когда я подходил, смотрю, она вся из дерева. И когда ехала сама кабинка, тоже все скрипело. Я думаю, ну, ладно, все нормально. Тут же вьетнамцы, они все наверняка продумали. Причем, с самого начала я подумал, почему только снизу сделали защиту. Сверху не было никаких вещей, которые прикрывают твои плечи, чтобы ты не выпадал. Думаю, ладно, ну, это же все деревянное. Сейчас поедем, наверное, детский аттракцион. Но когда мы поехали, сколько я катался на аттракционах. Но именно скорость и то, как тебя сильно болтало из стороны в сторону, потому что ты сверху был не закреплен. И каждый раз, когда поднималась вверх и опускалась, такое ощущение было, что сейчас упадешь. Еще все время были какие-то балки. Я все время пригибался. Я хотел достать изначальный телефон, но хорошо, что его не достал. Потому что нас так сильно из стороны в сторону перекидывало. У меня даже шея заболело и ребро. По десятибальной шкале ставлю десятку. Если вы любите экстрим, это то, что вам нужно. Ну, а я, в отличие от Паши, не любитель таких экстремальных горочек. Поэтому, если бы я знала, что будет так быстро и так страшно, то я бы, наверное, не поехала. Таким образом выглядят водные аттракционы. Если у вас есть дети, то, конечно, это идеальное место, чтобы тут покупаться. Видите, очень мягкий бассейн. Внизу мягкое покрытие. Такие грибочки. Пистолетики водные и все-все остальное. Все то, что любят дети. Ну, а тут горка вообще мечта любого ребенка. Посмотрите. Это на целый день его занять и радости не будет в пределах. Есть различные такие интересные места, где можно плыть на специальных кругах, чтобы точно не утонуть. Насколько мы поняли, проход сюда абсолютно бесплатный. Поэтому вообще идеально. Ищем уже минут 10 пляж, дорогу на пляж. Подходим к вьетнамцам. Говорим на английском, ничего не понимают. Показывают перевод, показывают в одну сторону. Идешь в ту сторону, спрашиваешь, говорят, вам нужно было идти в другую сторону. В общем, как в китайском аэропорту, ничего не понимают. Ну вот, мы наконец-таки нашли вывеску, поэтому будем идти в ту сторону. Есть еще вот такие вот специальные горочки. Свободное падение, так называемое. А еще мое внимание привлекло аттракцион водный, где ты как торпеда летишь вниз. С ума же спросим, будем кататься или нет? Мне на сегодня экстрима уже хватило. Я еще посмотрела, что там везде эти горки именно закрытые. Поэтому пойдемте на пляж. Я сначала немножко расстроилась, когда мы поехали в кабинках с соседями. Потому что думала, что стоимость включена только проезд на канатной дороге. Оказывается, тут включено все. И в принципе, это оправдывает такую дорогую стоимость билета. Потому что мне чанги нужно было отдельно платить в районе миллиона донгов. А тут оказывается все включено и стоимость 650 тысяч. Это очень здорово. А сейчас мы видим, смотрите, просто идеально выстриженная травка. Красивейшая пальмовая роща. Так как будто попала на панган. Ну и дорожка, ведущая прямо на пляж. Отсюда смотрю, такое ощущение на пляже людей не так много. Потому что на аттракционах, в бассейне, вот там где водные аттракционы, там людей просто не протолкнуться. А тут красота. И такое ощущение даже. Шезлонги тоже стоимость включена в билет. Если нас не выгонят, значит это действительно так. Да, выходит шезлонг, включен стоимость билета. Все подбегают, быстро занимают шезлонги. Поэтому это очень здорово. Все включено на этом острове всего лишь за 650 тысяч донгов. Травку при тебе поливают. Там огромное количество еще шезлонгов. По левую сторону есть гамаки. Как всегда, любимая вьетнамская лестница в небо. Тут она хорошего качества, да, в отличие от других мест. Ну и сам пляжик. На пляже есть качели. А справа идет полномасштабная огромная стройка. Строят что-то такое. Такое ощущение, какой-то стадион строят на 40 тысяч человек. Интересно будет сюда приехать лет через 5-10, посмотреть, что же тут построили. Ух, песок прям горячий-горячий. Можно кофе готовить. Женщина бежит неспроста. Маша уже тоже готова в новом купальнике. Пляж просто наичистейший. Смотрите, красота какая. Ну и водичка. Водичка тоже чистая. Единственный минус, тут какие-то камушки присутствуют. Это прям неидеальный песочек с камушками, с ракушками. Вон, Маша даже стекло нашла. Поэтому, ну это скорее всего сказалось, стройка справа, да. Ну и вот получается, что за 650 тысяч донгов у тебя будут и аттракционы, и бассейны, и изумительный пляж. Немного в самом начале дно было плохое, но вот мы сейчас дальше прошли. Тут уже песочек аккуратный, нежный, где идешь и одно удовольствие. Ну и теперь я вдвойне довольна, потому что мы видим здесь чистейшую водичку. И наконец-таки сейчас искупаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, мы только что искупались, получили заряд энергии, потому что ходили целый день уже, честно говоря, немного. Батарея наша была на нуле, но когда покупаешься, немного полежишь на солнышке, совсем чуть-чуть, сразу же появляется много сил. В районе пяти часов образуется настоящая пробка, видите? Лучше все-таки чуть-чуть пораньше хотя бы, пол пятого отсюда уезжать. Мы сейчас договорились, чтобы снять блог на ютубе, проехаться только вдвоем, когда там огромная очередь. Можно увидеть позади Маши, смотрите, какая огромная очередь, причем там, по-моему, рабочие сейчас заходят, а потом только будут туристов сажать. Поэтому здорово, что Маша договорилась. А сейчас мы будем снова взлетать. Как быстро взлетаем, какая скорость большая. Когда мы вдвоем в кабинке, больше нет никого, конечно, удовольствие получаешь огромное. Ты Маша рада, что мы вдвоем. И именно с этой стороны вообще, конечно, когда смотришь в глаза, не могут нарадоваться такой красоте. Как будто бы ты оседлал квадрокоптер и летишь. Впечатление от этой канатной дороги и в целом от острова только положительное. Поэтому цена оправдана, как я уже сказала. И я рекомендую посетить это место. В целом я тоже доволен. Единственный нюанс, если бы еще еда была включена в стоимость билета, было бы вообще идеально. Вообще, если приезжаете, конечно, на Фукок на 2-3 недели, обязательно стоит посетить этот островок. Впечатления останутся надолго, особенно после того, как вы проедете по американским горкам. Ух ты, вот сейчас тут прямо ощущение, как будто едешь на американских горках, потому что все время мы спускаемся очень низко и поднимаемся максимально высоко, метров 200, наверное. И сейчас мы еще не все вам показали, так что не переключайтесь. Друзья, если вы хотите самостоятельно путешествовать по Вьетнаму и не хотите тратить огромное количество денег, времени и нервов на организацию своего путешествия, то мы для вас приготовили классный гайд. В нем вы узнаете, как найти билеты за 5000 рублей, страховку за 20 долларов, жилье за 20000 рублей, как заполнить анкету на визу, адреса, где поесть за 1-2 доллара, где арендовать байк, как доехать и куда сходить в самых популярных курортах Вьетнама и много другой полезной информации. Заказать его можно по ссылке в описании к этому видео. А сейчас мы приехали в одно очень уникальное, нестандартное место. Маша сейчас про него нам расскажет. Сейчас остров Фукок мы знаем как туристическое место, но раньше этот остров был известен своей жесточайшей кокосовой тюрьмой, которая была построена еще в колониальную эпоху. И во время Американской Вьетнамской войны здесь были жесточайшие пытки. И многие вещи здесь сохранились для того, чтобы люди, не только вьетнамцы, но и приезжающие сюда понимали, чем далась свобода и независимость этому народу. Это место находится прямо рядом с нашим домом. Посмотрите, как тут все воссоздано. Вот прямо такое ощущение, как будто действительно это все еще функционирует. Видите, стоит смотрящий с огромным каким-то пулеметом и огромное количество таких вот высоких заборов. Человек стоит с собакой. Я сначала подумал настоящий, но нет, это все макеты. И также дальше люди там, такое ощущение тоже стоят. Это тоже макеты. Такая колючая проволока. Да, тут не перелезть вообще никак. Сюда приходят часто как туристы, так и сами местные, вьетнамцы, чтобы посмотреть, вспомнить, каким трудом далась независимость. Эти собаки тут прям. О, вот это видно ряд. С одной стороны колючая проволока, с другой стороны, и посередине еще стоят смотровые с автоматами и с собаками. Выбраться просто нереально. Тюрьма называется Кокосовый, потому что заключенные здесь ходили работать на кокосовой плантации. Я все ждал, когда будет какая-то касса, чтобы заплатить деньги, но оказывается, это все бесплатно. Ты приходишь и смотришь на полностью сохранившуюся тюрьму, которая была там 40-50 лет назад. А это вещь, от которой просто сердце замирает, потому что это реально клетка, в которой содержались вьетнамцы. Она называется клетка тигры. Все обвешано колючей проволокой, и они там не могли даже встать, лежали там достаточно долго, получается, под палящим солнцем. Ночью их отсюда не вывозили никуда, они тоже тут лежали и содержались. Сказать, что это ужасно, наверное, ничего не сказать. Получается, тебе полностью не выпрямиться, тебе полностью толком не лечь, тебе не встать. Днем очень суровое солнце, ночью прохладное. А это называется клетка к отцу. Еще одна жесточайшая пытка, куда заключали людей, вьетнамцев, без еды и воды на несколько дней. Получается суть, что тут нет еды, нет никакого туалета. Тут все справляли нужду, даже толком никому не лечь. Все стоя, как-то сидя, спали, конечно, приятного очень и очень мало. Задача ее в том, чтобы сломать волю психологически устойчивых заключенных. Таким образом выглядели обычные бараки. Так как заключенные, да и в целом вьетнамцы не хотели подчиняться режиму, то, соответственно, здесь изображены сцены пыток. Пытались здесь высоким напряжением, звуком. У заключенных вырывали ногти, выбивали зубы, варили заживо и прижигали каленым железом половые органы. Просто, когда ты идешь по жаре, уже духота страшная. Хоть мы и заходим в тенек время от времени, но очень душно сейчас. Градусов, наверное, 33. Я не представляю, как полностью раздетым лежать в клетке под солнцем целый день. Это вообще кошмар. Вот такие вот ангары стояли близ друг от друга. Их было много, много заключенных. И вот получается, что этот остров очень длительное время. Вообще тут ничего не было, кроме этой тюрьмы. Представляете? Ну, а здесь можно увидеть, как заключенные боролись с режимом. Они устраивали такие голодовки, чтобы выбить лучше условия содержания, лучше была еда, а также обращение с ними. У некоторых заключенных, которые были в ладу уже с охраной, ловят и таким образом убивают. Ну, а здесь показаны кровавые репрессии заключенных, а также тех, кто пытался сбежать. И все это вот здесь можно увидеть. И самое главное, что можно прочитать на табличках, которые, к сожалению, на английском и вьетнамском языке, но на английском тоже весьма понятно через переводчик. Ну, и тут получается такая вот столовая. Один огромный большой чан, где варится каша или еще что-то. Получается, сами они себе и готовили. Видите, снизу такие печи древяные, где это все сжигается. И в больших чанах на всех это все готовится. Очень необычные такие печи. При выходе из барака можно увидеть, как это все охранялось. Каким образом вообще было не убежать. Вот от слова совсем. Если даже вы каким-то образом минуете эту охрану, впереди колючая проволока, и вы, получается, в одних трусах перелезть через вот это. Может быть, одну ты перелезешь, но и же там раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще посередине стояли охранники с собаками, плюс смотрящие с автоматом. Но, несмотря на такой строгий надзор, на вот эту колючую проволоку на собак, на надзорников, все же вьетнамцам удавалось отсюда сбежать. Из трехсот попыток около сорока закончились успехом. Часто бежали во время конвоя на работы, отбирая оружие у охранников при перевозке, а также делая подкопов. Всего было сделано семь успешных подкопов. Самый длинный из них был более двадцати метров. Несколько месяцев металлическими ложками заключенные рыли туннель за пределы лагеря, и им это удалось. Но все же повезло не всем. За историю существования кокосовой тюрьмы в ней умерло почти четыре тысячи человек из сорока тысяч заключенных, прошедших через нее. Посетители этого места не только иностранцы, но и вьетнамцы. Когда они выходят отсюда, видно, какая небывалая грусть на их лице. Ну и вот можно увидеть, каким образом почитают дань умершим вьетнамцам. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!